Более миллиарда трехсот миллионов бюджет региона потратит на возведение объектов здравоохранения в этом году. Такие данные сегодня озвучены на коллегии Минздрава. В планах правительства продолжение строительства санатория Серегова его сдадут в 2016 году. К этому же времени полностью реконструируют радиологическое отделение Коми Республиканского онкологического диспансера. А к 2017 реконструируют и здание инфекционной больницы. В этом же году власти региона планируют закончить строительство кислородопровода в больничном городке Сыктывкара. Главное, несмотря на кризисные явления в экономике, темпы сбавляться не будут. Татьяна Супрядкина о проблемах и поводах для гордости. Техническая модернизация здравоохранения на подъеме. Медицинские учреждения стремительно перевооружаются после 20-летнего застоя. Модернизация затронула все города и районы. Казалось бы, в таких условиях и оказание медуслуг должно было выйти на уровень. Однако здесь еще не все радужно. Только с начала года в общественной приемной зафиксировано более 400 обращений. Очень много претензий люди предъявляют сегодня, мне как, допустим, высшему должностному лицу и в целом власти, и в системе управления здравоохранением, именно по качеству предоставления медицинских услуг. Конечно, блок недовольства, связанный с оснащением, с техническим состоянием еще здания и сооружения, он остается, безусловно. Но он в разы стал меньше, чем это было еще 2 года, 3 назад. А вот количество жалоб именно на качество предоставления медицинских услуг точно так же в разы выросло. Прямо пропорционально. Недостаточная организация приема врачей, неэффективная электронная система записей к специалистам. И тут, как ни странно, есть нарекания в адрес диагностического центра. Ведь подобный консультативный центр единственный в республике. Подок пациентов сюда огромный, а за номерками очередь. Ждать порой приходится несколько дней, а то и месяцев. В этом есть вина и пациентов, и медиков на местах, заверяют сотрудники диагностического центра. Зачастую люди едут в столицу в холостую. Большинство процедур и обследований сегодня якобы можно пройти и в районах. Сыктывкар должен быть лишь крайней мерой. Пациент должен быть обследован по месту жительства максимально. То есть все минимальные наборы обследования должен быть пройден по месту жительства. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ мочи, УЗИ, которое необходимо. И уже со всеми этими результатами он приезжает к узкому специалисту, который выставляет заключение и при необходимости назначает то дообследование, которое невозможно сделать в поликлинике по месту жительства. Соответственно, если пациент приезжает без какого-либо обследования совсем, у него удлиняются сроки обследования, потому что все это необходимо пройти для того, чтобы поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение. У районных врачей один ответ – специалистов не хватает. Некомплект штата почти на треть. Несмотря на различную поддержку, с кадрами пока туговато. Глава призвал создавать условия для специалистов. И главное – это жилье. В этом году в Коми будут введены три так называемых экспериментальных дома. Там будут сдавать в аренду жилье для бюджетников. Для каждой отрасли будет выделяться определенное количество квот на квартиры. Если система себя оправдает, подобные дома будут возводиться и в других населенных пунктах республики. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.